Демонстрация работы устройства. После первого включения мы должны подключиться к точке доступа. Затем мы введем логин и пароль, которые будут предустановлены. После этого мы введем IP-адрес и сможем установить нашу точку доступа, чтобы устройство подключилось к интернету. Также все остальные функции мы сможем увидеть в отладочной компорту. Продолжение следует... После этого мы можем увидеть время, которое было прочитано из интернета, а также время, установленное для рассвета и заката. Демонстрация работы устройства, которая подключается и включается с помощью кнопки, а также демонстрирует работу по будильникам. Демонстрация устройства, которая подключается и включается с помощью кнопки, а также демонстрирует работу по будильникам. Подключаемся к устройству, а затем следим за тем, когда сработает будильник. Продолжение следует... Продолжение следует... Как только время будильников совпадет, включится светодиодная лента на одну минуту. Продолжение следует... LED-стрип. Также программа напишет в компорт о том, что светодиодная лента включена и сработал будильник. Первый будильник активирован. Через одну минуту он выключится и затем система будет ждать второго будильника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через две минуты будет запущен следующий будильник. Также мы можем проверить кнопку. We can also check the button. We are waiting for the next alarm clock. Now we are also waiting for one minute, while the system starts with the controller. Now we are waiting for the controller to see what is happening with the controller. Time is coming to an end. Time is coming to an end. The system works from its own batteries. When the power is connected, the charge controller shines red. Time is coming to an end. Time is coming to an end. Only LED tape is connected. Time is coming to an end. Time is coming to an end. freakin Hsite Chape zedz, on the left side. Thanks for leaving! Продолжение следует...